Добрый день еще раз. Итак, сейчас мы продолжаем нашу седьмую лекцию «Экстремальная кризисная психология», вторая часть, на которой мы поговорим с вами о задачах горевания. В предыдущей части мы говорили с вами о пяти стадиях горя, описывали их, я отвечала на ваши вопросы. Также мы с вами пробовали технику, она очень хорошая, я надеюсь, она вам пригодится в вашей работе. 16 ассоциаций, это техника по юнгу. Мне хотелось бы единственное добавить, что эта техника применима... Спасибо большое, что сразу написали, что меня слышно и видно. Спасибо. Присоединяйтесь, коллеги. Мне хотелось бы сразу сказать, что вот эта техника 16 ассоциаций, она применима также и для других абсолютно слов, переживаний, чувств. То есть вы можете таким образом вместе со своими клиентами в своей работе анализировать любые слова, то есть страх, какие-то переживания, чувства. То есть это очень интересная методика для личного, да, то есть самораскрытие, самопонимание. Все ключи я вам описала. Так как меня студенты попросили, обязательно этот тест, эта техника будет выложена в материалах преподавателей по моей дисциплине. Вот. И сейчас вы присоединяйтесь, и мы с вами поговорим о задачах горевания. Существует другая, более удобная, для личного пользования модель. То есть ту модель, о которой мы говорили в первой части нашей лекции, она больше... она тоже помогает, да, для личного, так сказать, пользования, для помощи самой себе, но больше направлена на то, как профессионалы, как психологи помогают справиться с различными этапами горевания, на каждом этапе, как себя вести. То есть есть четкий протокол. Опять-таки повторюсь, что все сугубо индивидуально. Нет такого, что вы вместе со своим клиентом будете идти четко по этим шагам. Напомню о том, что мы можем возвращаться назад в какую-то стадию, где-то зависать на какой-то стадии. То есть я описала примерные шаги по тому, как мы можем помочь нашим клиентам, которые находятся на той или иной стадии горевания, как эта стадия проявляется, какие виды помощи мы можем предложить. Теперь мы говорим о задачах горевания. И здесь эта теория, предложенная психологом Уильямом Уорденом, она более удобна для личного пользования, что также не отменяет ее возможности применения в вашей работе с клиентами. Согласно этой модели, которая опирается не на стадии, а на задачи горя, который должен последовательно пройти столкнувшийся с утратой человек, чтобы вернуться к обычной жизни. То есть он считал, что это, то есть назвал не стадиями, а задачами. И он считал, что всего этих задач четыре. Первую из них можно сопоставить со стадией отрицания по модели Кюблер-Росс. Это признание фактора потери и необратимости ситуации. В попытках избежать боли психика пытается подменить реальность иллюзией, говоря нам, что ничего как будто не изменилось. Именно в таком состоянии расставшиеся партнеры, например, уверяют всех, что останутся друзьями, даже будут вместе ездить в отпуск, ходить на вечеринки друзей. А человек, например, у которого диагностировали диабет, продолжает есть фастфуд и сладости, не задумываясь о последствиях. Вот именно на этой стадии. Люди, чьей психике трудно справиться с этой задачей, не ходят на похороны близких людей. То есть как бы дополнительно избегая столкновения с тем страшным, что на него таким образом навалилось. Они могут по-разному рационализировать это. Не могу отпроситься с работы, хочу запомнить её живой, живым, то есть как-то объясняя себе и другим мотив этого поступка. Этому же помогает и пугающая многих традиция целовать покойника в лоб или гладить по руке. Во многих культурах есть эта традиция. Телесные ощущения помогают нам окончательно осознать смерть близкого. Мёртвое тело на ощупь очень сильно отличается от живого. Можно отрицать не только саму потерю, но и её значимость. Ведь если что-то не важно, этого как будто и нет, правда? К примеру, мы не ладили с умершим родственником и можем говорить, что не переживаем мы о его смерти, потому что отношения так были плохими. Или обесценивать переживания по поводу развода, говоря, что уже отзлились, отгоревали, и теперь хотим только радоваться, что наконец свободны. Действительно. Когда заканчиваются тяжёлые для нас отношения или умирает тяжелой и долго болевший человек, утрату может сопровождать и радость, и чувство облегчения. Это нормально. Но мы будем и горевать, даже несмотря на то, что отношения могли быть плохими. Теряя отношения или человека, мы теряем будущее, в котором был бы этот человек, и вынуждены перестраивать жизнь и также признать, что улучшение невозможно. И также повторюсь, что в этом будущем мы теряем и свою роль, помимо того человека, который ушёл от нас. В процессе этой первой задачи мы можем, к примеру, видеть в толпе смутно похожих на умершего человека людей. Такое очень часто бывает. То есть идёшь по улице, кажется, вот он, она, я не знаю, сталкивались вы, нет, я сталкивалась однозначно. Даже в Китае находясь, мне казалось, в толпе людей, то есть я вижу, ой, папа что ли. То есть это мгновенное, это такое чувство, да, оно даже иногда в сознании только вспыхивает где-то там, на задворках сознание, как он здесь может быть, вообще как он может быть, его нет. То есть иногда мы можем думать, да, что-то произошло, какое-то событие, ой, надо будет рассказать об этом, надо позвонить, написать. То есть потом можем уже спохватиться, что уже рассказывать некому. Бывает, что расставшиеся супруги, например, тянутся написать друг другу сообщение, поделиться какими-то впечатлениями, как делали это во время брака, то, к чему привыкли. То есть вот этот порыв, и часто бывает, что этот порыв исполняется. То есть часто клятый говорит, почему он меня достает, куда-то сходил на концерт, выкладывает какие-то видео, ей присылает. То есть такая попытка поделиться, иногда кто-то себя сдерживает и не отсылает эти сообщения, не осуществляет этих звонков, например, с людьми, которые расстались. А кто-то вот не сдерживается. Такое состояние в первое время после утраты нормально. Оно как бы создает буфер для психики, помогая постепенно осознать факт потери. Но если оно затягивается на годы, человек застревает в вечном горевании. С одной стороны, он избегает боли и утраты, потому что как бы не доходит до неё, но с другой он теряет возможность вернуться к полной жизни, строить новые отношения и получать свежие впечатления. То, о чём я очень часто говорю, да, и в супервизионной работе, о том, что невозможно успокоиться от предыдущих отношений, от других отношений, не могут быть последующие отношения исцелением от других отношений. Всегда нужен этот буфер временной, когда человек должен прожить вот это между, между мужьи, между отношений, между потерей, когда он способен признать эту утрату, то есть сначала отгораживаясь от неё, затем принимая, то есть, что является возможностью вернуться к полной жизни и строить эти новые отношения или строить новую карьеру. Вне зависимости от того, опять повторюсь, я говорила об этом в первой части, что потерей является не только смертной, разводы и потеря работы, и переезды, то есть это всё достаточно тяжело проживается. Одно из частых проявлений такого застревания – попытка сохранить комнату, все вещи умершего в прежнем виде, словно он в любой момент может вернуться. То есть создавание такого мемориала, музея, не трогай, не дай бог, будет рубашка перевешена, то есть вот прям до этого доходит. И я думаю, вы тоже сталкивались с таким, либо кто-то с родственниками, кто-то со своими клиентами, кто-то сам проживал это. Или, например, увлечение спиритизмом, стремление общаться с душой умершего, так, как с живым человеком, такая попытка оживить его хотя бы в своей фантазии, воображении, если верим тем более в это. То есть такая попытка приблизиться, сблизиться, и эту связь как бы возобновить вновь, которая уже завершена, ее нет. Попытка поддерживать статус-кво после расставания – явление того же порядка. Люди отрицают, что содержание их отношений изменилось и не может оставаться прежним. То есть вы не можете быть друзьями, приятелями, да. Если у вас есть общие дети, да, какое-то общение будет. Но тех отношений не будет уже никогда. То есть для этого и произошел разрыв для этого. Необходимо оговориться, что все это касается и религиозных людей. Даже если человек верит в загробный мир, где он встретится с близкими, ему необходимо признать, что эта встреча состоится лишь по прошествии отведенной жизни. В такой ситуации перестроить мышление и принять факт потери тоже необходимо. Погрузившись в боль, человек боится, что больше никогда не выйдет из нее. Поэтому, повторюсь, эта тема очень болезненная для многих, потому что погрузившись в эту боль, кажется, что все, она со мной навсегда, я никогда не смогу жить прежней жизнью. И очень часто люди, которые не прожили горе, опять-таки такое замороженное, скажем, горе, которое всплывает во время терапии, я не хочу об этом говорить, я не хочу этого касаться. То есть, как если бы психика боялась вновь соприкоснуться с этим горем и воспринимала, как что-то для себя очень тяжелое, разрушительное, то, из чего я выйти не могу, я не хочу туда входить, потому что я боюсь, что я оттуда не выйду. Но важно донести, что этот путь надо пройти, вы пройдете его вместе, это будет переносимо для клиента, или в вашем случае, если вы собираетесь на такую терапию, это будет переносимо для вас. Тем более, здесь нужно опираться на помощь профессионалов. На самом деле, все совершенно наоборот. Проживание боли делает выход из состояния посильным. Вторая задача горя – это признать боль и пережить ее. Как раз от этого нас защищает отрицание потери. То есть, действительно, эта стадия порой кажется непереносимой. Горющие клиенты психологов часто спрашивают, как долго продлятся переживания и закончатся ли они вообще. Погрузившись в боль, человек боится. Я повторяла, что он никогда опять из нее не выйдет, и в самом деле мы помогаем ему сделать это как раз наоборот, чтобы он, пройдя эту боль, начал жить новой жизнью. Попытка убежать напротив вынуждает психику застрять в этой стадии. Порой, повторюсь, на годы. К сожалению, такой способ бегства от тяжелых переживаний не только практикуется, но даже поощряется. Считается, что если человек слишком сильно переживает после развода или даже после смерти близкого, с ним что-то не в порядке. И это очень хорошо нам транслируется, когда мы находимся в переживании горы. Поэтому я говорю, когда человек сталкивается вот с этой трансляцией, что что-то, ну, ты до сих пор горюешь, уже столько времени прошло, мы не думаем в этот момент, что человек что-то не то говорит. Как правило, мы начинаем думать, что с нами что-то не в порядке. Но это не так. На самом деле, это окружающим некомфортно находиться рядом с человеком, который столкнулся с потерей, который столкнулся с острым горем. Ведь оно задевает их собственные воспоминания об утратах, возможно, так и не пережитых. Поэтому соприкасаться, ой, как не хочется, да? Именно из этого чувства люди могут давать бесценные советы. Женщине, у которой произошел выкидыш, поскорее забеременеть снова. Только что разведенной паре начать ходить на свидание с другими людьми спустя две недели. Потому что надо двигаться дальше. Еще раз повторюсь, это в корне неверное убеждение. Дайте своей психике время. Тот темп, в котором вам комфортно дальше двигаться по жизни, то есть прожить эту потерю, какой бы она ни была. Видеть человека в черном или с траурной повязкой на рукаве. Про традицию носить траур. То, о чем я говорила, современное общество, вот это ускоренное, быстрое общество, быстрое проживание чувств и эмоций, в корне отличается от того, что, казалось, было бы совсем недавно и было выработано, даже скажу, веками. Вот эта традиция носить траур, почти исчезнувшая сегодня, как раз давала человеку легально выражать боль и предъявлять ее окружающему миру, и при этом не сталкиваясь еще с дополнительным чувством вины, что он эту боль переживает. Видя человека в черном или с траурной повязкой на рукаве, все понимали, что имеют дело с горюющим. И это снимало с человека только необходимость всякий раз объяснять, почему он подавлен. Это может быть очень тяжело, да, и зачем отказывается от приглашения или не хочет проводить время в шумной компании. Я не знаю, как сейчас, то есть я даже помню вот в своем детстве, я жила в военном городке, и вот если мы видели женщину в черном платке, то есть мы знали, в детстве у меня, вот я не знаю, потом почему-то я, может быть, я перестала замечать. Поправьте меня, если это не так. Принято ли это там, где вы живете, то есть вот что женщина носит траур и достаточно долго, да, там черный платок, черный цветок, я не знаю, хоть что-то, чтобы это как-то обозначало его горе, и окружающим не надо задавать дополнительных вопросов. Таким образом, да, то есть легализация чувств происходит. Поминки – одна из немногих традиций, сохранившиеся до наших дней, дают возможность разделить горе с близкими, поделиться теплыми воспоминаниями об умершем, ощутить поддержку других людей, которые переживают то же самое. К тому же они отмеряют срок, да, то есть мы знаем традиции – три дня, девять дней, сорок дней с момента смерти, и таким образом не позволяя психике застревать в иллюзии, что время остановилось, и умерший все еще рядом. То есть вот даже вот в этих традициях отмечать и встречать, да, то есть вот эти определенные даты, определенные дни, год, а потом каждый год, да, люди встречаются, упоминают усопшего, как попытка напомнить себе, что время не остановилось, потому что в какой-то момент действительно так может показаться, и вот эти традиции, да, то, что, скажем так, запускает это время. Попытка проскочить эту стадию ведет к травматизации. Выглядит это так, будто человек очень быстро оправился от потери и начал жить дальше, да, то, о чем я говорила и в первой части лекции, да, то есть спешить быстрее, все, уже прошло три месяца, четыре, все, надо, вот уже все по плану пора забыть, и не даете запрет ставить о себе вот на проживание, как будто бы хочу быстренько проскочить, травматизация неизбежна. На самом деле непрожитая боль осталась внутри, и человек будет проваливаться в нее снова и снова, поражаясь. Почему кража сумки или неудачная презентация вызывает такую бурю тяжелых чувств? То есть, а потому что и то, и то будет связано с какой-то потерей. А там что потеря, какая потеря? Я же все это проскочила, я уже это все забыл. То есть, это будет ретриуматизация. То есть, вот такие даже, ну, ритуалы, скажем так, да, это либо религиозные, либо ритуалы, связанные с какой-то национальностью, погребением усопших, как это происходит. Узнайте, изучите, как это в вашей семье принято. Это тоже, то есть, мы много говорим о рождении, но вот смерть – это очень табуированная тема. Но вот как показал опыт той практики, которую мы делали, вы заметили, что слово смерть у многих из вас ассоциируется с жизнью, с семием, с продолжением дальше жить, даже если это и вопрос, как дальше жить, да, то есть новый путь и так далее. То есть, жизнь и смерть – это все настолько рядом, настолько взаимосвязано. И здесь вот эти самые ритуалы, эти традиции – тоже такое дополнительное, так сказать, дополнительное опора, понимание, да, что все в этом мире имеет начало и конец. Соблюдая определенные традиции, опять повторюсь, что вот это течение времени, тленность всего, да, что все пройдет. И плохое пройдет, и хорошее пройдет, и снова плохое пройдет. То есть вот традиции играют большую роль. Подумайте над этим, поговорите со своими родными, близкими. Мы очень часто эти традиции как-то теряем, особенно вот сейчас как-то я вот даже не могу припомнить, то есть кто как, кто куда. Вот, то есть мы, когда вот сталкивались, да, с похоронами были споры, папа моего по мусульманским традициям, просто какая-то гражданская панихида, то есть вот там были споры среди родственников. То есть вот эта утрата традиций, она как раз-таки приводит к каким-то таким моментам. И важно об этом говорить с близкими тоже. Третья задача горя. Согласно концепции Вордена перестроить уклад и своё окружение. Утрата меняет жизнь. Если мы лишились человека из-за смерти или расставания, мы можем потерять и часть своей идентичности. Я больше не женатый человек. А также функции, которые этот человек выполнял в нашей жизни. Разумеется, это не значит, что отношения сходятся к функциям, да, но исчезновение даже самых таких бытовых вещей. Муж, например, всегда занимался ремонтом машины, да, не говоря об эмоциональных моментах. Во-первых, снова и снова напоминают нам об утрате. А во-вторых, неизменно снижают качество жизни. И эта задача актуальна. И когда мы теряем часть возможностей из-за болезни или травмы. То есть вот я не помню, говорила я или нет. То есть какие-то травмы, в том числе спортивные травмы. Это тоже утрата, которую надо прожить, да. Когда люди становятся инвалидами, когда меняется абсолютно образ их жизни, да. То есть больше не смогу для удовольствия или профессионально заниматься спортом. Больше не смогу рожать. Больше не смогу путешествовать. Да, это то, что... Какие мысли связаны, да, могут быть с утратой. После того, как мы осознаем реальность этой утраты, переживаем боль из-за того, что нас лишили желаемого будущего, приходит время подумать, чем же в таком случае заполнить образовавшуюся пустоту. Перейти к этой стадии можно, когда боль потери уже не так сильна и есть возможность размышлять о насущном. Расставшиеся партнеры думают, с кем они теперь хотели бы общаться и проводить время, пойти в кино, кафе или поехать в отпуск. И не хотят ли они сделать это в одиночку? Взрослые дети, утратившие пожилых родителей, думают, кому теперь обращаться за советом и поддержкой. Вдовы и вдовцы задумываются, как устраивать жизнь без умершего супруга или супруги. К сожалению, иногда третья задача опережает другие или идет параллельно с ними, когда покинувший нас человек выполнял какие-то, например, жизненно важные функции, например, зарабатывал значимую часть семейного бюджета. Тогда же принято считать, что это благоприятный фактор, зато у нее есть дети, ради кого жить, теперь нужно искать работу, зато отвлечется. На деле же это сильно осложняет горевание. Вместо того, чтобы более плавно прожить отрицание, а затем боль утраты, человек вынужден также активно решать проблемы во внешнем мире. То есть, как заработать денег, что теперь делать, как теперь машину отремонтировать и так далее, хотя внутренних ресурсов на это в данный момент у него нет. Считается, что если человек слишком сильно переживает, то с ним что-то не в порядке. На самом деле это окружающим, повторюсь, некомфортно находиться рядом с человеком, столкнувшимся с острым горем. И задача близких, тоже по возможности, вот эти проблемы во внешнем мире хотя бы частично, помочь на первых этапах переложить на себя. Не всегда это возможно. Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы, в кавычках, но если такое возможно, поддержка эта будет бесценна. И четвертая задача – это изменить отношение к человеку, которого мы утратили, или к прежней жизни и возможностям, которые она давала. Несмотря на кажущуюся легкость, порой такой этап длится очень долго. Все зависит от того, насколько человеку удалось справиться с тремя предыдущими. На этой стадии мы принимаем факт потери и можем выработать новое отношение к тому, кого или что мы утратили. Считается, что на смену острой печали и боли приходит грусть и остаются светлые воспоминания. Спортсмен, потерявший карьеру после серьезной травмы, все еще грустит, но теперь может вспомнить радость после выигранных соревнований, испытать гордость от того, что в жизни был такой насыщенный период, интересный. Потерявший близкого родственника вспоминает о нем не с острой тоской, но с грустью и благодарностью за пережитые моменты. Думая о бывшем партнере или партнерше, мы вспоминаем совместно пережитые моменты, отпуск, общие шутки, испытываем благодарность за то, что эти отношения были в нашей жизни, но уже без острого сожалению о том, что они уже закончились. Сейчас немножечко остановимся на так называемых застрявших в горе. На любых стадиях серьезной утраты желательно заручиться поддержкой психотерапевта, я говорила, либо какого-то родственника, психолога, то есть кто бы вас мог поддержать. В горе очень важно найти опору во внешнем мире, разделить его с другим, более устойчивым человеком, потому что сами мы в этот момент не можем быть устойчивы. Но особенно терапия нужна тем людям, которые обнаруживают у себя признаки незавершенного или замороженного горевания. Вот те из вас, кто сегодня слушал лекцию, у которого возникли, например, неприятные, горестные какие-то чувства, переживания, или было даже неприятно слушать какие-то моменты, захотелось даже выйти из эфира, все-таки отследите у себя эти чувства и подумайте, возможно, они могут быть признаками как раз-таки незавершенного или замороженного горевания, которую обязательно надо проработать в своей личной терапии. Не до конца прожитое горе может проявляться разными способами. Например, человек не горюет при, казалось бы, значимой утрате, настолько дистанцировавшись, то есть, а теперь я вообще, то есть, раз то я пережила, это так вообще меня не касается, да. У меня нашли астму и пришлось бросить баскетбол, но я не помню, чтобы я как-то сильно переживалась, отвлеклась на что-то. Мама умерла, когда я был в выпускном классе, поэтому у меня не было времени на слезы, я готовился к экзамену. Я не помню развод, все было обычно, сходили в ЗАГС и развелись. То есть, это одни из таких фраз для примера, что мы можем услышать от людей, то есть, это будет важным моментом, когда вы будете практиковать, о том, что это такой фактор, такой флажок о том, что здесь непроработанное, замороженное горе. Тревожный признак, напротив, и очень эмоциональное отношение к потере даже спустя многие годы. Например, прошло 10 или 15 лет, но человека все еще душат слезы, когда он рассказывает об умершем, други или родственники. Или пара развелась несколько лет назад, но злость на бывшего партнера, который разорвал отношения, остается такой же острой. И, кстати, очень часто такое бывает. То есть, это вот особенно брошенный партнер, вот эта непроработанная потеря, то есть, у меня чувство, и тут очень много всего, и чувство брошенности, и потери, и смена своей роли, там стойка всего, то есть, это иногда колоссально влияет. В горе мы помогаем подсказать, что процесс сгоревания был нарушен, и работать с этим. То есть, также нам об этом может сказать наше тело. У тех, чьи близкие умерли от болезни или травмы, например, начинают развиваться похожие симптомы. Например, после смерти близкого от рака человек начинает с онкофобией. Часто с таким сталкиваемся. Он бесконечно обнаруживает у себя симптомы той или иной формы рака, проходит обследование, находится в постоянном страхе. Затянувшаяся депрессия, самодеструктивное поведение, резкая смена образа жизни сразу после потери, например, внезапный переезд, резкая смена работы и тому подобное, тоже могут сигнализировать, что замороженное горе продолжает влиять на жизнь. Справиться с непрожитым горем самостоятельно очень сложно. Можно пробовать написать человеку, которого потеряли в результате расставания или смерти, письмо, рассказав о своих чувствах. Ну, конечно же, не отправлять его. Методику письма, я думаю, вы знаете. Также можно попробовать другие практики, ведение дневника, записывание воспоминаний. Правда, гарантия, что они могут помочь сами по себе? Нет. Изредка они могут даже ухудшить состояние, погружая человека в слишком тяжелые воспоминания. Так что с этим надо быть осторожной. Даже если вы делаете эти практики, практикуйте, все равно как поддержка, помощь специалиста в этом деле будет вам не лишней. В любом случае прожить горе важно, чтобы двигаться дальше, несмотря на утрату. И не стоит бояться обращаться для этого за помощью. Хотелось бы закончить вторую часть лекции словами, что у горя нет градации. Вы сейчас поймёте, о чём я говорю. Я очень люблю приводить в пример эту метафору и с моими студентами, и кто приходит ко мне на супервизию, даже с моими клиентами. И, может быть, вы даже слышали на моих лекциях. Но она очень актуальна, как никогда. Есть такое расхожее мнение, выражение, что женщина, потерявшая ожерелье, и женщина, потерявшая ребёнка, горюют одинаково. И вот подумайте над этим. Слушайте, я, по-моему, уже задавала этот вопрос. Даже, по-моему, на экстремальной психологии. Вот хотела бы с вами под конец об этом порассуждать. Ведь очень часто смерть – это ужасная потеря. Мы не знаем, какие… То есть, когда человек расстаётся с кем-то, то есть я другую аналогию приведу, то есть разрыв, развод. А ему говорят, ну что ты переживаешь? Ты вот в любой момент можешь взять и позвонить ему. А у Маши вообще муж умер. Вот я ещё хуже. Тем самым, как бы, вашего горя нет. Тем самым, запрещая вам горевать, не давая вам это право, да, на легализацию тех чувств, эмоций, которые вас переполняют. Да, очень хорошо, если вы человек, который не поддаётся такому влиянию, и если не вслух, то сами себе скажете, да нет, моё горе тоже важно. То, что я потерял для меня в данный момент, это потеря, которую я должен прожить, которую я должен прогоревать и пройти. Но не у всех у нас в таком состоянии, в состоянии стресса, вот так вот рационально, логически анализировать, у нас не у всех получается. Вот написали, да, о чём это, потеря ожерелья, потеря ребёнка. Это про то, что эмоции важны. Это даже про то, что каждое горе важно. Нет градации горя. Мать, потерявшая ребёнка, очень сильно горюет. И женщина, потерявшая ожерелье, она не знает боли потери ребёнка. У неё, может быть, и нет ребёнка. Она не знает об этой женщине, которая потеряла ребёнка. Ей никто на это не указал. В данный момент она горюет по ожерелью, по воспоминаниям, связанных с потерей этого ожерелья. Или, возможно, это любимый муж, которого нет рядом. Или наследство от бабушки, которая тоже давно ушла. То есть тут опять вы понимаете, вторичная травматизация. А может, это ожерелье, которое подарил её ребёнок, которого тоже нет. То есть тут можно фантазировать до бесконечности. Поэтому, когда и вы сталкиваетесь с горем ваших клиентов, то есть с горем, с потерей, и вам кажется, и очень часто клиенты, которые приходят ко мне, говорят, вот я ходил к психологу, а мне говорят, что ты выдумываешь, вообще всё хорошо у тебя в жизни, расслабься, всё прекрасно. Тем самым, как бы говоря, то, что ты чувствуешь, неправильно, неверно. Ты не должен так чувствовать. Но это в корне неверный подход. То есть какими бы незначительными казались вам ситуации, ваших клиентов, и даже вас, то есть иногда же мы сами обесцениваем свои утраты, свои потери. Ну ладно, какая фигня. Нет. Что здесь стоит? Почему мне так вот больно? Почему я не хочу с этим соприкасаться? Почему мне легче заморозить эти чувства? То есть попробуйте привести этот самый анализ. Если не получится, обращайтесь к специалистам. Но очень важно, ещё раз повторюсь, любую потерю прожить. Что касается эмиграции, тоже колоссально. Люди иногда по 20-30 лет живут в другой стране, не осознавая, что вот эта потеря идентичности своей все эти 20-30 лет на них продолжала влиять. Кажется, всё нормально. Устроился на работу, подучил язык, всё. А вот это ощущение, свое среди чужих, чужое среди своих, или какая-то постоянная попытка кому-то что-то доказать, или постоянное сопротивление и противопоставление себя, или какое-то ощущение «я не на своём месте». То есть очень-очень много разных, причём чувства, казалось бы, не связанных с этой эмиграцией, с переездом, продолжают годами, порой десятилетиями влиять на человека. То есть важно вот эти все замороженные потери, скажем так, утраты, прожить, пройти, прогоревать и проплакать, чтобы пришло принятие, и чтобы вы могли двигаться дальше. То есть пока мы это не признаём, мы не можем двигаться дальше, мы не можем это отпустить, оно там остаётся внутри нас. Если больше нет никаких вопросов, вот вторая часть лекции закончена, она, конечно, короче была первой, если какие-то вопросы у вас остались, можете мне смело писать в директ, я всегда на связи. Спасибо вам за ваше внимание, за вашу обратную связь, за ваши вопросы, за вашу заинтересованность. Я вам желаю удачи в дальнейшем обучении. Встретимся с вами на новых лекциях, как и на новых модальностях, так и на разовых лекциях. Мы для вас готовим очень много интересных встреч, программ. Увидимся. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok